СТОРМ СПИРИТ 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 СТОРМ СТОРМ СПИРИТ 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 то буст, я думаю, очень даже ощутимый и оно действительно того стоит. Если, конечно, не так-то просто будет стоять тому же Магнусу против Шторм Спирита, это все понятно. Но парень плотный, просто уплотняем его еще мощнее и пикаем. Нет, ничего такого. ВР-ка. ВР-ка от команды Фокловерсен Лепрекон и они укомплектовались на данный момент по пику. Ну и для команды Эмпайр, герой для Сайлента, кто же это будет? Ну, тут немного времени на разумие резолюшн остается. Да тут по данному пику хоть кого, я думаю, на самом деле. Все равно подъезжать вместе с Туском, лишь бы не Снайпер и не Тролль Варлорд какой-нибудь, было бы вообще печально. Джаггером можно было бы, я думаю, смело брать по данному пику. Где-то что-то заивейдить не проблема, плюс раскаст у команды Фокловерсен Лепрекон плотный. Джаггер, мне кажется, сомни-слэшем, во-первых. Во-вторых, со своей крутилочкой много вопросов решил бы. Рейс Кинг не в ивейт демеджа, а просто в абсолютно наплевательское отношение к этому демеджу. Упал, встал, все, встань и иди, Рейс Кинг встает и дальше расковыривает всех, кто вокруг него собрался. Это в идеале, конечно, но может быть и не так. Посмотрим, как получится. Ну что, пожелаем командам удачи. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ, powered by Team Empire, при поддержке нашего нового партнера официального. И думаю, что надолго. Ну, Эмпайрум пожелаем безусловно удачи. Кливерам, разумеется, тоже тут не раскисать. Первая игра могла их задезморалить и должна, по сути, потому что это такое, как не дезморалиться, если ты в какой-то момент выигрываешь, а потом тебя так камбэкают, что почему-то у тебя бараки рассыпаются просто в щепки, причем за рекордно короткий срок. Для всех, кто только подключился, еще раз повторю, ну а для тех, кто не подключился, напомню. Это у нас игра в рамках ES Portal. У нас началась финальная часть. Началась она вчера с группы А, где там у нас команда Virtus.pro уже в финале Winner of A. Сейчас играется группа B. Команда Эмпайр против Фокловер сыграет и сразу после этого будет еще и матч коллектива Hellraiser против Форэнкерс и Си Кэптон. Собственно, по чуть-чуть, по кусочку в первом матче команда Эмпайр у нас давила на клеверов в начале матча, но я думаю, что в этом ситуация будет примерно та же. Даже неудивительно, да, что индивидуальный скилл Эмпайр будет помощнее, они, в общем-то, и градацией как коллектив повыше. Вот, поэтому примерно такое развитие видится мне и сейчас, но будем смотреть. В общем-то, дота вещь непредсказуемая, вроде скилл скиллом, а натерпеть может каждый. Резолюшн уже на топ-руне у нас разместился. Здесь, если что, на подсейф есть туск, никто ничего не качал. Один рейс-кинг у нас только через рейс-файр-бласт отпугнул своих соперников. Ну и руну на топе забирает команда Эмпайр, а внизу VR-очка с моднявой прической в стиле 2009-го, наверное, забирает себе руну баунти. Ну и у Резолюшна и у VR-ки все тут уже близко ко второму левелу. Ванскор, наша доу-демони уже рядом с Резолюшном. Я так понимаю, со старта Ванскор будет пытаться Резолюшна накалять. Нет, Ванскор пока что отошел на безопасное для себя расстояние. Недалеко у нас Алоха Дэнс. Кстати, Алоха Дэнс вар на всякий случай поставил, чтобы обезопасить свой ганг. Ну и видит его Шейкер. Ну, пока что без выхода. Резолюшн все еще здесь, у Резолюшна уже есть. Кстати, Кремнант, есть Оверлот. Ну, по классике идет у нас Капитан Команды Эмпайр. Так, у нас проседает по ХП Бладсикер. И Секси Бамбу еле-еле у нас ушел отсюда. Рейс Кинг потратил больше половины маны. Какой же все-таки тупой этот Рейс Кинг. Это, конечно, жесть. Я каждый раз, как ни посмотрю, все удивляюсь. Как можно было сделать настолько глупым персонажам? Маны хватает всего лишь на один скил, ну и это вообще запредельно. То есть бросил стан и на тебе, ульта не работает. Прошла ульта, более-менее там встаешь, какой-то стан бросил, все. На второй стан маны нет. Ну, король, конечно, печальный абсолютно. Рейс Кинг в данном показателе, ну, это, наверное, ни для кого не новость. Это я просто так подгораю каждый раз, как вижу его. Хотя, так как машина просто с той эмиссией мечом, тут, безусловно, отказать в этом ему нельзя. Тот же Мьолнир просто половину игры делает. И половину команды соперника может в никуда отправить. А пока что без фрагов. Эмпайр выходит вперед у нас по фармам. 200 по голде и более 200 по экспириансу. Ну и давайте по крипстату разберемся. Резолюшн опережает своего оппонента. Вага гейминг у нас 8-0, у Резолюшна 13 на 0. Тут не сплоховал совершенно у нас Резолюшн. Сайлент на втором месте. По фарму 11 на 2 у него и против него... А против него Шейкер отправился. А куда делся у нас Бамбу? Бамбу отправился у нас на нижний... В нижнюю часть карты. Бамбу у нас Лесник теперь. Пошел мстить крипам ни в чем не повинным за то, что не дали фармить. Это же не они тебе не дали фармить. Ну Бамбу есть вариант хотя бы не быть таким доходяга, как в прошлой игре. Там, конечно, квапа выглядела очень печально. И квапа, которая 2 крипа убила до 10 минуты, согласитесь, вещь... Ну, просто нелицеприятная. Это даже по закону надо запретить эту ерунду. Ну что, у нас первый выход у нас на Йоку. Йоку цепляют. В общем-то, комба рабочая через Дизрабшин, через Стан. Йоку на лоу ХП. У Йоку есть здесь батарея саут. Почему не провязал его Йоку, непонятно. Ну и здесь закрывают в Коге у нас в А-33. И прилетает сюда Тулс. Тулс будет пытаться навалить по Слардару. Но это бесполезняк абсолютный. Потому что Шадоу Демон просто-напросто не позволит это сделать. Ну, секси Бамбу. На лоу ХП в лесу. Ну, такая у него участь. Всегда быть на лоу ХП. Какая-то игра со смертью. В это время у нас еще и Шторм Спирит отваливается. Развалили у нас Резолюшн. На топ-руни счет становится 2-0. Команда Эмпайр уже в роли аутсайдера. Они отдали более тысячи голды своим оппонентам. И по экспириенсу с 300 плюсов свалились до 500 отставаний. Нормально. Клевера собрались. Можно из-за них теперь поболеть. Резолюшн. Пришел фуловый, деловой, с банкой. И тут лоу ХПшна и без маны Верку. Решили зацепить. Но и Верка без маны сейчас просто огребет. Здесь не хватает ей просто маны на Виндран. Связка не прошла у нас от мидлейнера. И Вага Гейминг отправляется в таверн. 4 минуты сыграно. Счет 2-1 поинтереснее. 10 минутка чем... Это уже факт, что 10 минутка поинтереснее, чем в прошлом матче. Там у нас, я еще раз повторюсь, 10 минут. Никаких фрагов. Просто смотрите, какая красивая в доте природа. И как она смотрится с данной погодой. Йоку у нас закрывают дизрапшн. Недалеко уже В-33. В это время там, кстати, пару нам просто разбирались. Да, я думал, у нас уже где-то замес. Нет, Йоку у нас просто припугнули. И Клокверк спокойненько отсюда валит. Далеко был В-33. Был шанс, я думаю, разобрать еще раз у флейнера команда Эмпайр. Нет, Бладсикер у нас слился. Кому ты? Нейтрально. Просто отдался у нас с Экси Бамбу, поэтому не критично, что данный мув мы пропустили. По фарму. Тут кто должен фармить, тот фармить. Фрейс Кинг на первом месте. У него 33 на 8, 30 на 1 у Резолюшена. И дальше уже идет Вага Гейминг. А что тут с керри команды Фукловерс? В-33. Чудо просто румынское. И такой низкий крипстат. С другой стороны, Слардар у нас участвовал во фраге, поэтому какие-никакие денежки ему капнули. Ну что, у нас еще один выход пошел на Клокверка. У Йоку есть батареосаут. Тут у него есть Коги, но так юзать их надо, Йоку. Йоку про Коги провязал просто В-33. Немножко понаказывает, в случае чего и Олосу на Флай достаточно резко среагировал на данную ситуацию. Ну и В-33, с чем ты играешься? Что ты делаешь? Нет, просто быкует у нас Слардар. Так можно и добыковать. Не хватает, конечно, дэмэджу Олосу на Флай, но и Йоку здесь помочь никак не мог своему оппоненту. В это время Рейс Кинг у нас за тавером разваливает шейкера. Ну и тавер просто сыпется. Команда Эмпайр. По Галдея здесь должна выйти вперед. Сайлен забирает вышку, как и в прошлом матче, как и на протяжении всего прошлого матча. Плюс еще и бонус в виде оффлейнера команды Фу Кловерсен Леприко. По Галдея Эмпайр выходит вперед. Полторы тысячи для них, по экспириенсу 400, тоже для российского коллектива. Ну и по Нетворцу давайте посмотрим, кто у нас на каких позициях разместился. 3-400 Рейс Кинг. Резолюшн у нас с тремя тысячами. 2-700 у нас в Вага Гейминг. Ну а дальше уже В-33. Ну тут немного меня удивляет Слардар. В общем-то достаточно крутой по скиллу игрока. И по фарму здесь просто... Либо просто Эмпайр не дает возможности нормально фармить героя. Ну и Йоку забирает первый фраг. Для себя у него одна смерть, один фраг. И да, потихонечку, но выравнивается. Ну и пофармить Йоку тоже по чуть-чуть, но все-таки смог. 16 на 1 крип стату Клокверка по Нетворцу. На пятом месте, в общем-то, не критично. Посмотрите на Шейкера, которого в сложную поставила команда Фукловерс. Здесь ситуация просто печальная. Принесите кто-нибудь ему поесть. У Шейкера 770 Нетворц. 7 минут. Ну, на базе стоять. И то больше капнет. На мид лейн готовится выход от Шейкера. Резолюшн будут пытаться поймать. Ну, Резолюшн здесь не подставляется под Шейкл от ВРки. Ну и Вага Гейминг просто настреливает. Резолюшн, я так смотрю, не реагирует абсолютно на мидера команды Фукловерс и Лепрекон. Его дело фармить, он фармит. Ну и видно по фарму, что дела получше, чем у ВРки. Не намного, конечно, но получше. Седьмой левел Шторм Спирит уже есть. Пауэр Трэдс уже есть. Нолл Талисман есть. Боттл. И улетает у нас Шторм. Улетает вниз. Внизу у нас прячет Слардара в Дизрапшн Ван Скор. А Лоха Дэнс влетает под самого Слардара. Прячет у нас в колбу А Лоха Дэнс. А Лоха Дэнс постепенно выхиливается. Ну и здесь Бладрайт от Секера. В 33 на Лоу ХП забирают еще и Резолюшн. На ИВ 33 отсюда уйдет Лоу ХПшный, но при этом живой. Счет становится 4-4. 2 в 0 подрались. И гонят у нас Олэсу на Флай. И Секси Бамбун никуда не отпускает у нас Виверну. 3 в 0 дерется команда Фокловерс. И что? И еще один фраг. 4 в 0. Это какое-то просто издевательство над Империей. А Клокверка забирает Слардар. И по итогам этого файта полторы тысячи даже. Тысячу шестьсот выигрывают Клевера. И полторы тысячи по экспириенсу тоже для европейского коллектива. Но здесь графики-то пошатнутся в пользу Клеверов. Это безусловно. Подрались на своем поле, я бы так сказал. Все это было по Тауэрам команды Фокловерс. Эмпайр могли бы ковать. Безусловно, у них никто это право не отнимал. Но стоило ли? Сейчас смотришь по развитию событий и понимаешь, что нет. Наверное, не стоило. Причем сначала наваляли у нас прям под Тауэром. А потом еще и убегающих ребят добили. Всех как один. Ну и Слардар по голде здесь должен подняться. На четвертом месте В33. Как был, так и остается. Резолюшн, правда, уже почти догнал. На пятки у нас наступают резолюшену сам Слардар. Ну и Вага Гейминг, кстати, где-то сейчас место на четвертое опуститься и может. Ну и Сайлент. Просто каменное лицо у Сайлента. Бей, беги просто. Стоит на месте. Халк крушить. Рейс Кинг у нас зарабатывает деньги. Его вообще масс-файты не волнуют никоим образом. Секси Бамбу поймали у нас в лесу. Йоку вместе с Алоха Дэнсом. Тузг забирает этот фраг. И счет становится 6-5. Ну, от Сикра, естественно, никто просто так отпускать в дальний фарм не будет. Давать ему какие-то там 10-20 минут на то, чтобы он выформил важные артефакты. И потом пришел, разбил башку всей команде Эмпайр. Конечно, никто это делать не будет. И достаточно верное решение от команды Эмпайр. Прошлись по лесу, нашли, убили. Нашли, убили. Тем более в паре с Тузгом. Клокверку делать это элементарно. Влетели, закрыли в Коге. Баттери Асаут. Ну, вы видели, что происходило с Экси Бамбу. Я думаю, что любого героя без Форстафа ждет та же участь в составе Фукловерс. Если, конечно же, опять же, не будет рядом Шадоу Демона. Тут очень гадкий дизрапшин. Отван скоро может одну-две жизни спасти. Фукловерс потеряли преимущество по голде. Вниз пошли графики. И по экспириенсу тоже ситуация такая, что близко она скоро будет к преимуществу Эмпайр. Ну, 10 минут сыгранно. Давайте пробежимся по артефактам. У Блад Сикера уже полторы... О, полторы. Пауэртретс, точнее, есть. Полторы тысячи его стоимость. Почти это я об этом. У нас на лоу ХП, кстати, Шейкер. По Шейкеру не попадает здесь Тузг льдом. Ну и связывает у нас Алоха Денса с деревом. Ну и Алоха Денса будут пытаться наказать. И Ван Скор на лоу ХП прячет у нас в дизрапшен еще и резолюшена. Резолюшен уходит отсюда и... И погоня какая-никакая, но все-таки не состоялась. И Алоха Денса на Тузге достаточно жестко заблокировал здесь Блад Сикера. Но Блад Сикер не отпускает в итоге у нас Тузга. Алоха Денса отправляется в таверну. И для секси-бамбу второй фраг в этом матче. Еще становится 7-5. Ну и лоу ХПшный Шейкер ушел. Повезло невероятно ему. И Ван Скор тоже на лоу ХП, но все-таки живой. Команда Эмпайр по фрагам проигрывает. Проигрывает. Герои такие у команды... Так, у нас селедочка. Продолжение у нас экшена на карте. Забирают еще и Винтерн Виверн. Алоис Фунафлай отправляется в таверну. Счет становится 8-5. И лишние 300 голды для команды Фокловерс не будут. Молодцы. Графики качельные. То вверх, то вниз. И... Клевера... Цепляются за этот матч. Они понимают прекрасно, что... Если побороться в... Еще до попадания в сетку Винтеров, То не придется там поесть неприятности в нижней сетке. Естественно, проигрывать здесь никому не хочется. Ну... Вот и бодаются клевера. Куда им деваться? На кону, кстати, достаточно неплохие денежки. Тут за первое место 64 куска, если не ошибаюсь, долларов платят. Ну и вообще призовой фонд 150. Ну... Плотненький. Плотненький. Для такого уровня команд тут из каких-то мейн коллективов. Доктора. Всего ничего. Здесь Empire и Virtus.pro. Два коллектива, попавшие на... Прямым ивентом у нас на International. Все остальные градации пониже. И, по-моему, кстати, если не ошибаюсь, ждать им там, никто из них так и не добрался ни через одну из своих квалификаций. Секундочку. Сейчас чекну. Так, Сайлента будут у нас ловить. Виндран от VR-ки. Уже у нас Vagamama Vaggaming уже в данном случае пытается поймать Сайлента. Сайлент, кстати, у нас в Disruption отправился или где-то Сайлент. Сайлент у нас льдом просто назад отброшен. Секси-бамбу начинает валить по Сайленту. И Сайлент просто одним критом на место ставит Секси-бамбу. Ну... Как-то Bloodseeker быстренько у нас вернулся файт. Виверна начинает настреливать. Сайлент привязанный к дереву. И Always on a Fly вынужден сам бодаться. Прыгает V33. У него уже есть даггер на лоу-хп. Здесь Сайлент проходит по нему баш. Сайлента разваливают. Вивер тоже на лоу-хп. И Always on a Fly прячет себя в колбу. Но это ненадолго. Да, здесь нет краша, конечно, у V33. Но руки-то у него развязаны. Руки свободны. 3 в 1 в итоге заканчивается этот файт. 12-6 становится счет. Ну и прилетел Resolution сюда. Ну с кем здесь файтится? На лоу-хп здесь разве что шейкера поймать. Ну и Resolution забирает у нас шейкера. Нашел самого архитичного по хп в составе Кливеров. Развалил. Счет становится 12-7. Понемножку, по чуть-чуть. Empire мстят. Это не ответный удар. Это так. Просто наотмаш шарахнули Empire. Ну и забрали шейкер. Шейкер действительно здесь хиловат. По маневренности вообще полнейший голяк у нас у шейкера. Ни даггера, ни форстафа, никаких вспомогательных штукеров. Кензи, чтобы свалить. Ну а если маны у шейкера нет, то и, соответственно, и держать под контролем команду Empire он не может. Ну и по фарму шейкер на предпоследнем месте. Ему уступает только бедняга Виверна. Виверна вообще у нас супер-мега-бомж в данном случае. Не самым приятным образом с флайем у нас клевера поступают. 0-3 счет у нас у Виверны. Два ассиста. Ну, по крипам тоже, я думаю, вы видите. 6 на 5. Где вообще брать эти деньги? Резолюшна пытаются поймать. Бладрайт под ноги ему. Еще и пытался шейкер здесь фиссурой попасть по резолюшну в болл-лайтнинге. И тут, конечно, резолюшн попадаться не должен. Ну что, врыв пошел у нас от Йоку. Цепляют шейкера. Шейкер под батарею саут стоит. Эхо-слэм пошел у нас от шейкера. Шейкер разваливается. Ну и здесь уже В-33 на лоу хп. Сайлент его не отпускает. 2 в 0 у нас файт. Сайлент побежал дальше. Вага-гейминг прошивает у нас Йоку. Йоку разваливается. Резолюшн в это время трипл-килл. Забрали у нас еще и шадоу-демона. И Сайлент бежит. Сайлент пытается поймать у нас ВР-ку. Ну и привязывает Сайлента ВР-ка. Ну здесь супер вообще. Манцы были у нас от Виндрэнджера. И Сайлент на лоу хп. Кстати, ульты-то у Сайлента нет. Ульта просрена была в этом файте. И если сейчас Сайлента зацепить, то фраг будет жирноватым. И Сайлента в этот раз не связывают. Ну и просто прошили. Еще и фиссура у нас от шейкера. На лоу хп Алоха Дэнс. Секси Бамбу успеет, не успеет, не успевает забрать у нас Алоха Дэнс. А вот Always on a Fly отправляется в таверну. Эмпайр дерутся просто как, я не знаю, пьяная драка какая-то в какой-то придорожной кафешке. С дальнобойщиками. Я не очень понимаю. Организация получается не самая точная и не самая взвешенная. То мы за ними бежим, то они за нами, то мы за ними, то они за нами. И даже сказать, что как-то на развороте Фокловерс наваляли. Нет, это был не на развороте. Это просто мы как бы с базы уже успели пять раз прибежаться. Похилены и погоню эту в никуда отправить. 16-10 становится счет. Эмпайр по голде уступает своим оппонентам. По экспириенсу та же история. Ну что, врыв у нас пошел на мидлейн. Бладрайт пошел от сикера. Алоха Дэнса просто стирают вообще. В порошок бедняжка Алоха. И до этого ситуация была не очень приятная с ним. А тут после этого мидлейн, я не знаю, хоть ливой вообще. 17-10 счет. 16-ая минута проходит. Команда Эмпайр дальше продолжает сыпаться по голде. И клевера очень плотно взяли за Империю. Ясен пень, что выходы в лейту Эмпайр мне видятся, конечно, помощнее. Потому что с рейскингом что потом делать, непонятно. Бладрайт на него плевать вообще. Стан на него, думаю, после стана встанет. Завалили его один раз, второй раз поднимается и разбивает бошки. Герой, правда, имбовый, безусловно. Если дают подфармить, а мы видим, что в рейскингу дают подфармить. На топе у нас рейскинг относительно по фарму. Второе место у него, первое место у Резолюшена. Так, у нас файт на топ-лейне. Резолюшен в Бладрайте под стана в 33. Простоял. Сайленс получил. И отправился отдыхать на курорт под фонтан. 18-10 что-то на данный момент. 17 минут сыграно. Ну и давит Фокловерс. Давит. Вроде бы импайр формят получше. Вроде у них и координация, и сыгранность помощнее. Но клевера тут индивидуальные какие-то файты. В одного, в двух, в трех. Но выигрывают. На мидлейне продолжается замес. Развалили достаточно быстро у нас ванскора. Ну и Алоха Дэнс в колбе у нас от Always on a Fly. За Always on a Fly выбирается у нас просто шейкер в соло. Always on a Fly сейчас отправится в таверну. И потеряли еще и Алоха Дэнса. И потеряли, и потеряли, и потеряли. Потеряли Резолюшен, но не здесь. Резолюшен у нас на топе, да. Резолюшен у нас на топе отвалился. Ну и Сауин пришел наваливать по Вагогейме. Виндран через 5 секунд. Врывается Резолюшен. ВР-ку отсюда не опускают. Резолюшен дальше за шейкером не полетел. Такая ошибка уже была в А-33. Более лакомый кусочек. У Резолюшена не от маны. Тупо не от маны, что бежать за Слардаром. И догнать его хрен вообще знает как. И у Слардара уже есть даггер. Ну и все. Слардара отпускают. И сбивают у нас ульту в Рейскенгу. Просто в утреннюю кашу наложил кучу у нас бедняжки Сайленту. Шейкер. Ну и полетел у нас на хайграунд Тоск. Цепляют ванскора. Доигрался на скидке. У нас ванскор. Ванскор отправляют в Таверну. 21-14. Это не файты. Это просто я не знаю. Тут какой-то секс для бедных происходит с одной стороны и с другой. То есть просто бьем. Просто машем кулаками в одну сторону, во вторую. Но у меня такие файты были во дворе лет в 12. То есть как-то организация немножко похрамывает. Ну и лучше бы в нормальный строй вернуться команде Империя. Они все-таки этим и отличаются. Что в файтах реализуют себя взвешенно, в меру агрессивно и собственно как алкаши не дерутся. Тут на эту ерунду кстати их фокловер столкают. Потому что видно, что у них такие файты полурандомные. Файты избирательного характера. И вестись на это, играть не в свою игру. Так делать не стоит. Тот, кто инициативу захватывает в доте, тот обыкновенно навязывает удачные для себя файты. А удачные файты это большие деньги. Что потом делать непонятно. Потом камбетчить это все не стиль. Импайр тут скорее ближе к наве. У нас на лоу хп кстати в 33. Но здесь резолюшн через орхид. Просто так подизнасиловал слегка с лордара. Резолюшн отсюда вряд ли улетает. Старается сделать эпо-аут. Но и никто его уже отсюда не отпускает. Бревном по голове отправляется резолюшн в таверну. 22.15. 20 минут сыграно. Ну, это я понимаю дота. Это по фрагам уже совсем другая история. 22.15. Это мои юные математики. 37 фрагов за 20 минут. Такое можно смотреть. Там за 20 минут вообще. Там за 10 минут ни одного фрага не было. Ванскора закрывают. Ванскор здесь просто расходный материал в составе команды Фокловерс. Фокловерс никак не удается ему нормально себя реализовать. Ну и посмотрите на счет Шадоу Демона. 1.5 на данный момент. Минус 2 делает команда Эмпайр. Забирают Рошана. Эйджис поднимает здесь кто? Ну, я так понимаю, вот кто. Да, Рейс Кинг у нас уже... Со второй ультой у него есть Эйджис. У него уже есть Даггер. Маневренный, опасный зеленый чувак. Беги просто от него каждый, кто видит. Ну, а если говорить об индивидуальной мощи Керри, которую взяла одна команда и другая, то Слардар, безусловно, я думаю, проигрывает Рейс Кингу. Я тут вот квартиру бы поставил на Рейс Кинга. Вряд ли Слардару удастся в соло его развалить. Тем более мы знаем прекрасно, что Рейс Кинг у нас собирается в скорость атаки, а потом и Абисал Блейд заполучить на Рейс Кинге не проблема. Стан. Это, пожалуйста, 2 секунды плюс замедление, плюс Абисал Блейд, который, если игра затянется, обязательно будет у нас у Сайлента в руках. Ну и 4 секунды стоять в стане Слардару, плюс баши, которые прокают. Селедка, конечно, вряд ли это все вывезет. Ну и БКБ, если я не ошибаюсь, собирается Слардар, да, так и есть. У нас В-33 идет в БКБ. Понятно, где-то, что те же баши, тот же Абисал Блейд, все это фиолетово будет в Рейс Кингу. Рейс Кинг врывается на сексе Бамбу. Но ведь из Рапшин сразу же прячет его ванскор, и здесь уже вся команда Фокловерс. В бок заходит команда Эмпайр. В-33 начинает у нас шарахать по голове. У нас он офлайн, он на лоу ХП. Успеет ли себя спрятать в колбу? Да, прячет себя в колбу. Развалили у нас Шейкера. На лоу ХП здесь сваливает отсюда Бладсикер. Забирают в итоге Виверну. Ну, ванскор у нас под батарея сау, тот Йоку. И кому прятать, кого прятать ванскору? Себя не спрячешь. Две секунды еще до дизрапшина было. Минус три делает команда Эмпайр в этом файте. Забирают трех важных героев. Во-первых, мидеров. Во-вторых, двух саппортов. А без саппортов тот же Бладсикер, например, файтиться у нас не может. И секси Бамбу пошел на Мидлейм мстить крипу. На вонючий крип. Как с нами поступали, так я с тобой. Сикер в этом файте просто не вывез. Не хватает хеллспоинтов Бладсикеру. Я думаю, это очень заметный минус. И об этом прекрасно знает и сам Бладсикер. Просто где брать деньги сейчас? Пес его знает. Команда Эмпайр давит, пушит. Они уже спушили всю Т1 линию. И не потеряли ни единого тавора. Ну что, секси Бамбу побежал у нас за Сайлентом. У Сайлента есть Эджис. У Сайлента есть Ринкарнешн. И у Сайлента Армлет есть. Там еще можно будет поиграться с ним постоянно. Сайлент выпрыгивает из Бладрайта просто за В33. И как побитая рыба у нас Лордар скачет по собственному лесу. Ванскор. Еще один удар. Ванскор отправляется в таверну. Эхо слэм от Шейкера. Достаточно плотный. Рейскинг на лоу хп. Но в принципе Эмпайр без резолюшена только. Все живы. Резолюшен у нас байбекается. Прилетает на В33. И началась она. Сладкая месть. Минус 3. Минус 4. И то, о чем я говорю. Рейскингу просто класть на все. И он через Армлет вывозит весь дэмэдж, который Фокловерс в него вливает. Весь. Просто весь. Здесь нет Лины. Здесь нет никакого Леона, который мог бы просто на лоу хп немножко охладить Рейскинга. И в итоге Сайлент все эти несильные удары. Будем так честны перед собой. Несильные удары. Он в общем-то все и выйдет. Дума тоже нет, который Армлет бы заткнул у нас в Лейскингу. И в итоге у нас Сайлент, просто играя с Армлетом, умудряется выживать в течение всего файта. И нихренища ты ему не сделаешь. Тут команда Фокловерс чем-то как-то должна эту ситуацию решить. Потому что вы видите, что происходит. У него нет в принципе артефактов на дэмэдж никаких, если там Мордиган не брать. Но Мордиган это более статовый артефакт. И при этом Сайлента просто не свалить. Просто, я же говорю, рейджовый чувак. Большой, крепкий, сильный. Кто-то постоянно его пополняет чем-то. А это он, собственно, сам Армлетом. И он стоит и месит дубиной. И класть абсолютно хотел на весь рассказ. Чет уже сравнивается практически по фрагам. 24-23 счет на данный момент. Импайр выходит вперед по голде. 3,5 по золоту, 4,5 по экспириенсу клевера. Тут немножко подсыпаются. Ну и что, пошел у нас продолжение файта. Просто стирают ванскор. А ванскор уже, я смотрю, кураж поймал. Убей меня, чувак, убей меня. Сделай что-нибудь со мной. Я слишком долго живу. Ну и нашли. Жертвы игроки команды Фокловер. Забрали Йоку. Разменяли саппорта на оффлейнера. Достаточно приятный размен. ВР-ка у нас расцепается. И просто шаром по В-33. Валрус панч. Ну и Бамбу готов файтиться. Разваливает у нас Лордара. Алоха Дэнс на лоу-кп. Бладрайт под ноги Алоха Дэнс. Он, скорее всего, отъедет. Да, умирает у нас Алоха Дэнс. Но и Секси Бамбу отсюда не отпускает. Минус 4 делает команда Импайр. Теряет двоих. Сайлент у нас в Сайленте. Я так и не понял, Эджис потерял он или нет. Или Эджис просто сгнил у него в инвентаре. Потому что так долго не убивали Рейс Кинга, что... Что аж страшненько. Что аж страшненько. Ну и Сайлент переживает. Все файты у него уже 3,5 тысячи по голде. Команда Импайр выходит вперед по фрагам. Они проигрывали... Они выигрывали... Да, проигрывали на один фраг. Не так давно 24-23. Ну и файт последний 4 в 2 расставил на места приоритет... И все приоритеты расставил в этом матче. Команда Импайр 5 тысяч, даже 6 тысяч по голде. И 8 тысяч по экспириенсу в пользу Империи. 26-27. По голде мы все видели. Ну и давайте по артефактам пробежимся. А то тут как-то долговато все эти файты. Мы не успеваем провести внеочередной выпуск модного приговора. По вещичкам. Сайлент. Хипперстоун себе приобретает. Будет выходить скорее всего в Кирасу. Есть у него уже Блэйдмейл. Есть Даггер. Есть Армлет. Ну, Кираса достаточно выгодное решение. Потому что вы видите, что с Рейс Кингом тычки в него просто... Ну, гладят Рейс Кинга. Максимум пощучинами бьют. Через Армлет. И выйдется все это. А если еще и дополнительная броня будет у парня. Ну, то есть дополнительный диффенс. То и удары будут попроще. И с Армлетом даже можно будет не психовать, а спокойненько прокликивать. Времени будет больше, чтобы эти чокнутые игры организовать. Врывается Сайлент. Ван Скоро. Ван Скоро успеет для себя в дизрапшн прятать. Да, у нас Сайлент попадает в стан от Фессуры. И Ван Скоро на Лоу ХП. Прилетел в него еще и лед. И Туск просто Ван Скоро в свой собственный снежок и закатал. Лоха Дэнса здесь не должны прощать. Йоку врывается у нас на В33. Не самый удачный Коги. Или наоборот самый удачный. Я так и не понял. Развалился здесь Сайлент. Сбили Мури Инкарнашн. Развалили. Также у нас еще и Бладсикера. И старается уйти отсюда Шейкер. Ну и просто команда Эмпайр. Уже вдогонку за своими оппонентами. Вага Гейминг на Лоу ХП. Резолюшн его не отпустит. Сайлент. Ээээ... Сайлент. Сайлент, да. Все правильно. Сайлент у нас еще и вдогонку. ВРки отправляет станы. На Шейкера просто забили. А в это время файт у нас еще и на топе продолжается. В33 в это время. На половине ХП убивает ни в чем не повинного Йоку. И отправляет его Сайлент. Спокойненько на фонтан. Пошел, я так понимаю, цель получше. Дамажить Тавер. Недобитый стоит. Ну и Сайлент, по идее, бояться здесь ничего не должен. Пока что втроем вряд ли у нас Сайлента развалят. С другой стороны и быковать смысла немного. Команда Эмпайр поголодит, давит. По экспириенсу давит. И Сайлент позволяет себя поймать прямо под Тавером. Ой-ой-ой-ой-ой, как с Сайлентом тут обошлись. Просто вообще непозволительную роскошь для себя организовал Сайлент. Прыгнул под Тавер и под Amplify Damage от Слардара. Тем более Amplify Damage 3-го левела Сайлента просто расковыряли. И это все было очень быстро. Это 3-4 удара Слардару. Это тут немного еще и Ванскор помог за всю боль. И Сайлент отправляется в Тавер. Третий раз за эту игру, но очень-таки нежеланный прям Эмпайр Фраг. Заметьте, какая ситуация с Таверами. Просто конкурс... Какая-то викторина. Как выигрывается Дота? Убийством героев, фармом денег или все-таки пушем? Я вам точно говорю, пушем 100%. Фармил я как-то, деньги не пушил. Ничем хорошим это не заканчивалось. Команда Фокловерс вроде бы и давила одно время, но в Тавера это вообще никак не реализовалось. В итоге у нас Тавера у команды Эмпайр стоят целые. Ну что, врыв пошел на Ванскоро. Он с перепугу в дизрапшу себя прячет. Алоха Дэнс. Шар у нас дальше за Вага Гейминг. Вага Гейминг его разваливает. Йоку на ЛОХП и под БКБ Слардар просто расковырял у нас у флейнера. Команда Эмпайр где-то здесь еще и Виверна. Развалилось это все на мидлейне. Ну и Шейкера забрали внизу. Резолюшн отсюда должен валить, а у Резолюшна нет ТПшки. Куда ты пришел, Резолюшн? Через секунду будет у Слардара Даггер. Краш у него есть. Ну и Резолюшн отсюда улетает. Но здесь же есть спринт. И никто уже никуда Резолюшна не отпускает. Пошел на стан по Резолюшну. Под Амплифай дэмэджем Резолюшн убивает. Не успел даже задынаиться. Штурм Спирит в данном случае подарил пятый безответный фраг Слардару. Всего у Слардара 15-4. В-33. Угомони свою Румынию. Что происходит? В-33 уже 15 фрагов. Охренеть. Так, вообще, что тут? 15-4. У него Резолюшн на 13 на 6. Так, у нас еще один файт. Теперь на секрет-шопе команда Эмпайр. Сайвент отсюда уходит. Оллесу на флайт через деревья. А клевераты не собираются победу отдавать? В общем, у них и планов, я так понимаю, таких не было. Они проигрывали 7 тысяч. Сейчас 2 500. По голде. И по экспириенсу они проигрывали девятку. А сейчас у них 2 500. Можно жить и можно, в принципе, драться достаточно уверенно. Шейкер так медленно двигается. Ну и к чему Шейкер? Пришел, в принципе, ни к чему. И дарит еще один фраг команде Эмпайр. 1100 экспириенсов, 500 голды. Ну, такой небольшой бонус, но все-таки бонус. Нашли чирик на дороге. Забрали себе. 30 с половиной минут уже сыграно. Команда Эмпайр, как я понимаю, отправляется на Руху. Ну и Фокловерс-то выигрывает. Фокловерс по фрагам. Фокловерс сейчас еще и по голде будет преимущество, если не остановят динамику данную команду Эмпайр. Я думаю, что отдавать Руху просто так, ребята. Ребята, там Рошана бьет. Там бьет Роху, ребята. Ой, не успели. Да. Слардар у нас в итоге первый в списке. Спринт рубил. Готов идти и фатиться. Резолюшн, если поймают, может быть и убьют. Но с фулманой, если даже после Эйджиса встанет Резолюшн, по таймингу попробую его поймать. Ну, смотрим, что с Резолюшном. Один удар, два удара, проходит баш. Подстопили Резолюшна. Быстренько Эйджиса лишили. Все по таймингу или нет? Да, все по таймингу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это пятно здесь еще минут 40 должно быть после Резолюшна. Команда Фукловерс просто катком проехала у нас по Капитану Эмпайр. И 870 голды поимели с него и почти 2000 по Экспириенсу. Ну, Империя, по-моему, здесь расслабилась. Причем расслабилась вполне так, знаете ли, оправданно. К этому моменту Эмпайр выдавили у Кловерс уже из игры в прошлом матче. Нет, не к этому моменту. Ну, теоретически, да, к этому моменту. Ну, и здесь они думали, что ситуация примерно такая же. Она вообще не такая же. Клевера отвечают. Отвечают достаточно агрессивно. Сайлент у нас в колбе. Секси Бамбу под Блэйдмей Ломы. И бить его нет никаких вариантов вообще. Сайлент дальше у нас за Секси Бамбу. БКБ пошел у нас у Блад Сикера. В это время забрали Йоку. В Дизрапшн прячет ванскору на Сайлента. Ну, должны забирать здесь Шадоу Демона. Нет, уходит у нас просто в Глиммер Кейп Шадоу Демон. До поры до времени Резолюшн у нас разваливает Шадоу Демона. На ЛОХП здесь Шейкер. Шейкер на топ-лейне. Ну, Шейкера здесь не догнать. В итоге файт 2 в 1 и опять впереди команда Фукловерсен Лебрику. Они дерутся лучше. У них получается получше. Империя сдаёт позиции. Хотя по голде видно, что держится. И держится вполне себе уверенно. Ну, по Нетворсу вы видите, какая ситуация. Сайлент никому первенства не отдаёт. Вот на втором месте у нас по-прежнему Резолюшн. И только потом идёт Слардар, у которого 16-4. По КДА ситуация великолепная для Селёдки. А вот по Крипстату тут не очень. Ну и смотрите, 190. Сайлент 170. У нас Резолюшн. И 96 Слардар почти в 2 раза проигрывает. Резолюшн врывается на Секси Бамбу. Ну и здесь уже просто Чип и Дейл спешат на помощь. Все, кто был рядом, ворвались у нас на беднягу Резолюшна. В который раз в такой нелепейшей ситуации умирает Резолюшн. Ну, часто, часто приходится это делать Шторм Спириту. Как-то пора бы и угомониться. Уже 1-4-8-7 у нас у Шторм Спирита. Кидан. Главное не ассист больше. 33 минуты сыграно. По голде не могу понять, как вообще феномен команда Эмпари. Что происходит. Они умирают, но при этом не проигрывают по голде, не проигрывают по экспириенсу. Причем умирают, заметьте, не на первых минутах. Здесь зафраги уже дают приличные жирные куски по золоту. И при этом по голде Эмпари все равно держится впереди. Ну, молодчаги. Молодчаги. Тут, конечно, уровень дает о себе знать. Давайте по артефактам пробежимся. Рейс Кинг. 2-4-100 имеет после Керасы и Даггера. Пора бы уже как-то о его башере подумать о Рейс Кингу. Или, кстати, пора бы о БКБ задуматься в Рейс Кингу. Вообще, кому-то в составе команды Эмпари надо задуматься о Блокинг Баре. Что за ерунда? Тут один Слордар через свой стан фактически издевается над командой Эмпари. Эмпари контроль имеется. С БКБ тут, в принципе, и контроля никакого не будет. Кто? Что? Ничего вообще. Никто ничего сделать не сможет. А вот команда Фокловер здесь комплектуется в БКБшке. Есть БКБ у Слордара, есть БКБ у нас у Секси Бамбу. Почему Эмпари до сих пор об этом не задумался, я не понимаю. Так, мы видели, что Рейс Кинг ап. И Рейс Кинг продолжает тут мочить. Просто покупает себе Деменедж. Сайлен, скорее всего... Скорее всего, в Манке Кинг Бар, или я даже не знаю. Ну, может быть и так. Не криты же здесь, не рапиру. По скорости атаки в Рейс Кинг, в общем-то, плотненькие за счет Кераса. Но, например, того же Мьелнера у Сайлента нет, поэтому... Так, чтобы он из пулемета бил, нет. Этого нет у Сайлента. Ну, глянем. Немножко осталось до ближайшего джевели на Сайленту. Посмотрим, что это будет. Может, все-таки криты поверх критов. Ну и Эмпайр по голде. Немного совсем проигрывает. По экспириенсу 2500 в пользу команды Империя. На топ-лейне Секси Бамбу. Здесь же Шейкер. Их не видят. Их не видят. Если придет кто-то из Эмпайр в соло дефать, будут траблы. Сайлент бежит. И сейчас Сайлента должны спалить. Нет, Сайлент... Вне зоны вижена команды Фокловарс. И... Уходит отсюда Секси Бамбу. Уходит отсюда еще и Шейкер. Ну и все. Пошел на деф, у нас Секси Бамбу. Ну какая-то стадия у нас, знаете, и драться не хочется, и фармить как бы немного смысла. Потому что любой фарм где-нибудь в лесу или на линии в одиночестве грозит неплохим гангом. Сейчас что Кливера, что Эмпайр. Любого из героев противника могут развалить, если выйти толпой. Ну здесь Йоку и здесь Алоха Дэнс. Какого пса вы здесь делаете? Йоку у нас старается сделать и Паут. Секси Бамбу его никак остановить не может. А Алоха Дэнс... Алоха Дэнс здесь в Дизрапшене. Привязать не привязали, но... Да и еще и Туск у нас через Сноубол. И выйдет половина всего. Куда катится Туск? Куда катится Туск? Куда катится Дота команда Эмпайр? Тут теряют свое преимущество имперцы и могут поплатиться за это. Но опять же, я просто не перестаю удивляться. Они держатся по голде. Они отдают фраг за фрагом, но при этом по голде у них никаких проблем. Они всегда находятся в клюсе. Это просто какое-то читерство. Какое-то дикое читерство. Сайлент на Ло ХП под Амплифай Дэмэджем. Разваливают Сайлента быстро. Лысо на Флайс. Эвит у нас Сайлента. В БКБ у нас В-33. Йоку на Ло ХП отсюда. БКБ сейчас закончится. Йоку должен до этого момента еще остаться живым. Бладрайт у нас под ноги Йоку. Йоку развалился. И Резолюшн начинает свои полеты. Забрал только Шадоу Демона. Здесь уже потеряли Йоку. И нет по-прежнему у нас в игре. Ало Ха Дэнса и Резолюшн не отпускают отсюда. Минус 3. Минус 4. Делает у нас Секси Бамбу. Триплкилл в этом файте от Бладсикера. Сайлент. Только не отдавайся ему. У Сайлента есть Ринкарнэйшн. После Ринкарнэйшна можно и подраться. Кто тебе даст подраться? Во-первых, Сала у нас на Сайлента. А кто, кстати, у нас отвечает за всю эту ерунду? Это у нас Бладсикер через Бладрайт. Ну это Тим Вайп от команды Факловас и Лепрекон. Они забрали всех героев. В разных частях карты, некоторых даже несколько раз. Это речь о Сайленте. И по Галдеи 2.700 забирает себе. По Экспериенсу 7.800 против 1300. Эмпайр играет в очень опасные игры со своими оппонентами. Так можно и до третьей катки докатиться. А там кто знает. Best of One это все-таки лотерея. Там что-то по пику не додумал. И уже ты в канализонке в сетке лузеровка пашишься. И не можешь понять откуда так пахнет. Тридцать девять минут сыграно. Клеверрат должны выйти вперед. Если не выйду, то я просто трясти монитор сейчас начну. Потому что меня графики смущают уже двадцатую минуту. Йоку врывается у нас в двоих. Дизрапшн прячет себя ванскор. Ну надоело умирать ванскор у нас на лоу хп. И алоха дэнс здесь привязывают. И скорее всего будут разменивать его. Даже сноубол проезжать нет вариантов. Еще 7 секунд. Сайлент до сих пор в таверне. Это минус большого левела. Сайлент здесь файтиться не будет. И Слардар не туда прыгнул. Поворот не туда у нас. Вот в 33. В итоге одного ванскоро забрали. Ну и по голде. Да ладно. Да это что? Что с графиками? Бейте мониторы. Что происходит? Вот наконец-то. 2 500 выигрывает Фокловерс и Лепрекон. И по экспириенсу они выигрывают 6. Не то чтобы я этого хотел. Но согласитесь вещи немного пугающие. Что Эмпайр делает? Как они фармят? А так если они проигрывают фраг за фрагом. В файтах забирают меньше героев. Но при этом умудряются по фарму находиться в топе. Что будет когда Эмпайр сделает какой-нибудь маломальский тимвайп? Так скажем маломальский тимвайп. Такую минимальную победу в матч. Минимальное полное уничтожение соперника. Диплом филолога у меня просто плачет в шкафу. 44-34. 40 минут у нас. Я боюсь как бы игра не перешла в ту стадию. Когда один размен какой-нибудь в 2-3 хотя бы героя. Позволит зайти на хайграунд и все развалить. Команда Эмпайр с одной стороны сделала приятную вещь. Что долгое время не давала денег команде Фокловерс. Защищая свои товара да и просто не давая возможности команде Кливеров подойти к этим товарам. Но вы не забывайте что деньги остаются деньгами. То есть когда начнут падать товара. Деньги команде Фокловерс просто рекой польются. А там дополнительные артефакты. А там все таки буст будет невероятный. Не только для Керри но и саппорта получат то что недооформили. Он вам скоро несчастный сможет себе поесть купить наконец. Да тут не очень плохая ситуация у Ван Скоро. С другой стороны 40 минут 5000 нетворс. Ай тут еще Лвис Вана Флай есть. Тут бедняжка просто вообще у нас на безденежье полнейшем. В инвизи Туск. Туск просто делает отсюда даггер аут. Его пытается поймать Шейкер и все таки поймает. Врывается резолюшн. Буду стараться развалить Шейкера. У Шейкера есть Ахаслэм. Его бы убить. Уходит у нас Шейкер в Блимер Кейб. На лоха по Лвис Вана Флай. Лвис Вана Флай отправляется в таверну. Туск в Сноуболе или где ты? Да, Туск у нас в Сноуболе. Максимально долго пытается там побыть. Разваливают Шейкера. Еще и Гем выпал из него. Штормспирит забирает у нас Гем. В 33 на лоха П. Нет ВКБшка у нас в В 33. Резолюшн в Шейкле стоит. И Йоку разваливает. Да нет, никто никого еще не разваливает. Резолюшн забирает у нас Слардара. Забирают также у нас еще и Шейкера. И забирают у нас Шадоу Демона. И просто подтащили команду Фукловерс и Леприко. Просто понесли. Фух. 45-37. 42 минуты сыграно. Эмпайр выигрывает в этом матче. Ой, в этом матче. В этом файте. 2-200. И по XP там тоже сколько-то накапало. Я в цифрах не силен. Фукловерс теряет свое преимущество. По голде, по XP, я думаю, до обновления та же история будет. Ну и вот то, о чем я говорю. После 40-й минуты ты проигрываешь один файт. Теряешь там 2-3 героев. И следовательно теряешь еще и сторону. Секси Бамбу поймали. В Глиммеркейп его пускает. Есть гему резолюшн. Не отпускают Секси Бамбу. Скорее всего, БКБ пошел от Бладсикера. Ну и Алоха Дэн здесь. Или отвалится, или нет. Сайленд. Два удара. Бедняжка Винд Рейнджер. Просто размотало ее вообще по всей базе. Верка у нас отправляется в таверну. Минус 2 от команды Эмпайр. И сторона продолжает трещать по швам. Команда Фукловерс теряет 100% одну сторону. Может развалят у нас еще и вторую сторону. Но пока что 43 минуты. И низ команды Фукловерс уже развалился. Они классно держались. Они боролись тут просто из последних сил. Но Эмпайр в итоге вытерпели. В итоге дождались удачного момента. Так, у нас Рапши пошел на Шторм Спирита. Резолюшн. Посиди немножко в снежке. В иглу просто прячет у нас Алоха Дэн своего. Капитана Резолюшн на ЛОХП. О, пошла отдача. Сайленд у нас разваливается. Разваливается также у нас Always on a Fly. И Алоха Дэнс у нас в таверне. Поднимается у нас Сайленд. И просто бежать отсюда, чувак, вали. Тут никто тебя прощать не будет. Подэмплифай дэмэджем и Сайленд развалят. А Сайленд не знает, кого бить. Здесь так много всех, что непонятно вообще, кого ковырять. Даблкил от Секси Бамбу. 48-38. Ух. Вот это месиво. Ну, Эмпайр наступили на те же грабли, на которые наступила команда Фокловерс. Они не отошли вовремя. Они продолжили файт. Они еще раз поняли, подумали точнее, что ничто не истинно все дозволено. Или как вообще эта ерунда происходила. Реквест от Эмпачи, ребят. 48-38 становится счет. И я думаю, что Клевера здесь и закомбетчить могут. 5000 пока что Империя по голде. По экспириенсу впереди Клевера. Но тут вопрос, в принципе, вопрос времени. Ну и сторону, в общем, такое, глаз за глаз. Знаете ли, сторону на сторону разменять не проблема. Минус 2 сделали игроки команды Эмпайры. Ой, точнее, минус 2 сейчас у Империи. Туск у нас появился. Алоха Дэнс. Здесь просто надо блочить до появления Сайленда. Как-то отпихивать всем вообще шваброй, какой-нибудь метлой. Просто отпихивать команду Фокловер с собственного хайграунда. Секси Бамбу плевать. Он в Глиммеркейпе. Бладрать себе под ноги на случай, если кто-то будет врываться. Тауэр забрали. Алоха Дэнс прыгает и не туда вообще. Думает, не туда я пришел. Ну и Клевера сами понимают, что быковать здесь ни к чему. Тем более у них сторона горит. Здесь крипы уже Т4 начинают потихонечку запиливать. Один унитаз расковыряли. Второй доковыривают. Ну и команда Эмпайр легко отделалась в этом файте. Тут действительно легкий испуг. Всего лишь один Тауэр потеряли на топ-лейне. На 45-й минуте это вообще ничего в принципе. Так. За это время еще одного внепланового модного приговора. Команда Эмпайр по артефактам. Манки Кинг Бар все-таки собрал себе Рейс Кинг. БКБ уже есть. Наконец-то у Сайлента. БКБ 10-ти секундный только-только. Как я его умолял, собрать его пораньше ему плевать. Абсолютно было. Ну еще бы. Ассалт Керас есть. Даггер есть. Армлет тоже имеется. У Тускам, на котором играет у нас Алоха Дэнс. Глимер Кейпш, Урну Шадоу. Даггер. Ну и так по мелочи. Клокверк. Клокверк просто вообще ходячая... Ходячая какая-то аптечка, обогреватель. И вообще любые дополнительные комфортные штуки. Это, пожалуйста, тебе и Владмир есть. Есть у него и Солар Крест. Например, на того же Сайлента суперполезная штука. Ну и всей команде помогает. Всей команде. Мекки только не хватает. А потом кому-нибудь Гвардиан Гривза. У Винтерн Виверн ничего такого. У Винтерн Виверн у нас вообще за грани бедности. Ну и Шторм Спирит от Резолюшена. У него есть Бладстоун, на который не очень приятно смотреть. Шесть зарядов. Не есть хорошо. Но у него есть Шивас Гвард, у него есть Орхит. В общем-то, по мане Резолюшен достаточно уверенно себя чувствует. Ну и команда Фокловерс. Давайте по ним пробежимся. Ну, потом пробежимся. У нас поймали Шейкера. Шейкера сразу же прячут Дезрапшин. Сайлент у нас врубает БКБ. БКБ 10 секунд. И здесь можно жить просто до всех байбэков. Сайлент. Дальше за Секси Бамбу. Проходит Крит на 1100. Отваливается у нас Секси Бамбу. Разваливает у нас Шейкера. Дальше Сайлент на хайграунд. Один несчастный БКБ. Просто решает исход всех вообще файтов. Шейкер вернулся. Что-то там не договорил нас Шейкер. Шейкер решил дальше файтиться. Разваливает у нас троих уже Сайлент. Дальше за ВРкой. Криты прокают. Но на чуть-чуть от Сайлента. На лоу ХП здесь. Шейкер. Шейкер возвращается. Что просто четвертый фраг подарит Сайленту. Рейс Кинг зарабатывает здесь ультра килл в этом файте. Назад до Рэмпеджа. В 33. Ну же Крит от Сайлента. Сайлента не привязывают. Ну, все. Рэмпеджа здесь не будет. Сайлент может смело отсюда уходить. Как бы славы здесь не получить. Красная надпись не появится. Горло у меня не сорвется. А хотелось бы. Ну ладно. Пофиг вообще. Команда Эмпайр. Начинает пушить вторую сторону. Причем не вся команда Эмпайр. Этим занимается Сайлент. Недалеко стоит Резолюшн. Оп. Не поймал. Не поймал опять. Солар Крест повешили у нас на Слардара. Ну и В33 здесь уже в общем-то не боец. Потому что и левел у Сайлента... Нет, левел такой же. Но это то, о чем я говорил. Рейс Кинг в Лейте у нас гораздо опаснее становится, чем Селедка. Тем более у Эмпайр многофункциональный пик. Вот например просто держать в том же Вортексе Слардара. Это... Это корм для Рейс Кинга. МКБ есть. Поэтому Бей не хочу. МКБ есть. Кераса есть. Не хватает разве что Башра или Абисал Блейда. Минус Мид Лейн. У команды Фокловерс. И третья сторона трещит. Нет Селедки. И байбеков у Селедки не имеется. Селедка у нас байбеков. Этван скоро отправляется в таверну. Но ему вообще не привыкать. Бладрайт пошел от Секси Бамбу. Резолюшн под Рапши. Не проблема. Старается отсюда валить. Нет. Резолюшн отсюда не отпустят. Резолюшн денается в итоге. Поймали Сайлента. Сайлент у нас в колбе от Виверны. Йоку прыгает дальше на Секси Бамбу. Стараются размансить игроки команды Эмпайр. Ну и в итоге Секси Бамбу раскатили. Сайлент под Абисал Блейдом. У Длад Сикера. Сайлента должны развалить. У Сайлента есть Reincarnation. Сайлент в итоге у нас живет. На тебе бревном по горбу. В итоге Сайлент у нас. А куда ты ману слил, чувак? Рейс Кинг у нас без маны. Рейс Кинг у нас отправляется в таверну. Минус 4 от команды Фокловерс. Минус 5 от команды Фокловерс. 14 тысяч миллиардов долларов просто упало команде Фокловерс в этом файке. Сейчас глянем на файт рекап этой драки. Я боюсь, что Фокловерс за весь матч таких деньжищ не видели. Нет? Что? Что это такое? Ай. Все. Никаких больше математических предположений. Вообще никаких. Три фрага было еще от команды Эмпайр. Поэтому Эмпайр не сильно просели по голде. И они 1900 проиграли клеверам и 6300 по экспириенсу. Да, это не был Тим Вайф 0. Тем более здесь были еще и байбэки. Ясен пень, что здесь много... Это говорю ясен пень, как будто не я тут нафейлил, как рахитка. Команды Эмпайр выигрывают в итоге 14 тысяч по голде. Они выигрывают по экспириенсу чуть более чем 2,5. Это не считается на 50-й минуте. Но факт в том, что двухсторон у клеверов нет. Когда будут мега-крепы, переть на базу команды фокловер, чем дефать, я не знаю. Бладсикер не задефает. Это 100%. Слардар тоже не задефает. А Шейкер что может шейкить? Шейкер может дать нормальный эхо-слэм раз в 160 секунд. Все. На этом Шейкер после 150-й минуты... Ну и 150-й минуты в частности просто у нас становится балластом в команде. Тут Шейкер в общем-то каким-то образом контролит команду Эмпайр. Против мега-крипов ничего такого быть не может в принципе. Верка тоже у нас. Даже без какого-то маломальского мейлстрома. Я уже не говорю о Мьолнире. Селедка по ХП. Пытается у нас пробуштить сам себя. Ну и В-33 даже если будет с... Тараской. До Крипьи вообще посохи. Ложили мега-крипы на Тараску. Сколько бы ХП не было, мега-крипы есть мега-крипы. Они задавят любого. Алоха-дэнс. Даггер-аут просто моментально. Феномен реакции продемонстрировал нас Алоха-дэнс. Ловят у нас Секси-бамбу. Подбросили его. Секси-бамбу под БКБ. БКБ заканчивается через секунду. Приморозили у нас Секси-бамбу. И Сайлент просто стирает порошок у нас Секси-бамбу. На ЛОХП он. И Сайлент немножко подстоял. Чуть-чуть потерпел. И дальше продолжается файт. БКБ от Сайлента. В-33 на ЛОХП. БКБшка закончилась. Слишком рано было куплено БКБшка, чтобы в 52-й минуте нормальное время быть активированной. 52 минуты. 57-49. Команда Фукловерсон Лепрекон пишет ГГ. И это на самом деле ГГ. Тут по фрагам было всего предостаточно. Более сотни фрагов. 106 фрагов за 51 минуту. Все отлично. Все круто. Все великолепно. Команда Эмпайр, да, потрепали нервы, конечно, всем болельщикам. Безусловно. С другой стороны, как бы в чем бы прелесть была матча, если бы тут игра была в одну калитку. Ну что, поздравляем Империю. Они проходят вперед и выходят, еще раз скажу сейчас, даже не просто скажу, а покажу. На кого они выходят. Выходят они на победителя пары Хейлрайзер против команды Фурэнкерс НС Кэптан. Ну что, друзья, матч Империи прошел. Матч Империи прошел достаточно ярко. Сайт Pinnacle Sports.com не обманул. Все-таки коэффициенты были не зря. Ссылочку еще раз сбросим, потому что это наш генеральный партнер. И генеральный партнер, которому мы доверяем, и можете вы доверять. Теперь по прошедшей трансляции. Первый матч команды Империи на С-портале закончился с победой 2-0. Мы поздравляем абсолютно всех. Следующий матч будет 29-го числа. Так что увидимся, услышимся, узнаемся. Перед выходом не забывайте нажимайте фоллоу на нашем канале на Твиче, группа ВКонтакте. Все это есть. Или найдете нас опять же через официальную группу своей любимой команды. У микрофона был друг. Это была студия Грекам ТВ при поддержке Team Empire. Меньше играйте в доту, больше читайте книг, услышимся.